ребята что я хочу сказать я хочу сказать что в этом мире всех вещей и явлений есть суть и если мы хотим найти истину значит надо искать то есть догма проста ищи судьи найдешь истину вот пример руль есть суть у него есть это для того чтобы поворачивать правильно крыша для того чтобы дождь не капал ветер не дул другой сути у нее нет вот стоит столб перед нами у которого сути нет на сегодняшний день если верить всем источникам информации по поводу этого столба то у него сути нет но такого ведь быть не может правильно суть должна быть у всего значит вот чтобы найти суть мы сейчас пойдем в эрмитаж и будем искать суть при помощи картин и разных моментов которые нам дадут объяснение сути этого столба скажи мне пожалуйста похоже вроде бы на мрамор да ну вроде бы мрамор но судя вот потому как это все сделано это просто нереально просто нереально может быть реально это сделать из-за льда а потом этот лед заформовать и из этой формы вы оттуда вытаить лед растает останется форму и в эту форму залить какой-то бетон типа вот как похожий нам он мрамор раздолбили в крошку в пыль в порошок как как в муку а потом туда добавили какой-то затвердитель и вот и опять получился мрамор ну правильно но еще можно же это из воска делать но как называют формы формы ну понятно но ты можно из воска но у меня вот почему-то inside по поводу льда и все что связано с бетоном у меня inside по поводу льда ты понимаешь потому что лед это вода это связано с бетоном как бы вода потому что все замесы на воде и это вот два компонента которые хорошо подходят друг другу вот он же пленочку создают и эта проблема пленочка от воска а от льда от воды никакой пленочки нету наоборот она сливается как бы воедино как бы понимаешь пошли ну вон смотри вот 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 туда вот по вот туда с ними вот-вот как ты туда вообще выдал без что вот там есть щека то есть эту щеку которая изнутри ну как ты и выдал без это же нереально это просто реально литье вот сюда с ними ну как ты туда не как ты реально литью а вот как это делали это уже другой вопрос потеряли технологию и они видно не смешивались вот такие составы разные что они не смешивались вот в природе что-то как-то произошло ну так почему нельзя повторить процесс природные нежные такие цвета и четыре люстры но представь если бы здесь были свечи вот и когда-нибудь видел такие свечи которые не коптят то есть это бы было бы все закопчено однозначно это что тут мы постоянно стояли леса ремонтные тут бы два раза в год делался бы по белка то есть это ну нереально но это какая царица тебе позволит постоянно ремонт производить да это раз во вторых балл если здесь проводят балл ну балл я помню там по 6 часов шли баллы а то и больше да ну так сколько за время одного балла нужно поменять свечей выпускает три часа свеча горит ну если 6 часов балл но это два раза точно надо поменять ну ладно мы знаем что эти люстры опускались да но это опять же непонятно это что во время балла три раза менять свечи тоже об этом писали так хрониках мы остановились начали менять вот нигде не писали этого нет и поэтому значит нету сути понимаем значит пользовались другим освещением что это сколько раз на год если здесь у смотри сколько количества свечей на люстре ты видишь вот одна люстра вторая люстра это сколько копоть и здесь по идее должен быть это сколько надо раз в году делать ремонт ну ладно по золото не за как ну как не закоптится и по золото закоптится ты понимаешь и поэтому это были здесь не свечи однозначно это было электричество а вот как это электричество было мы ищем если мы в интернете наберем катушка теслы то мы просто реально увидим сердечник точно такой на которой намотана проволока и который выдает электричество только потому что эта катушка вот есть понимаешь так вот если мы в интернете наберем еще медный змей легенда про моисея да то мы значит найдем что моисею бог сказал как нужно сделать медного змея то есть поставить столб а медный змей то что это что посмотри на катушку тесла там вокруг этого сердечника идет вот такая медная проволока которую ну реально как змей по другому ты и по аналогии не никак не назовешь только как змей правильно потом значит есть такая картина медный змей висит в русском музее там нарисован александрийский столб наверху не ангел а змей ну это по аналогии наверно по какой-то там да так вот я убежден что вот это просто аналог катушки тесла и еще катушки тесла так подносишь лампу дневного света и она горит понимаешь вот почему мы не можем предположить что вот это просто генератор электричества который питал весь дворец и она если брать по сути у каждой вещи есть какое-то утилитарное назначение правильно ну так почему мы не можем предположить что этот столб не поставили не как украшение или там дань чему-то там да ты триумф чего-то а что это генератор и мы это наблюдаем вот пожалуйста сейчас масса сайтов где мы можем посмотреть разные катушки теслы и вокруг них идет вот такая змея медная причем и посмотри вверху медная какая-то штука внизу медная штука то есть все по электро механики создана ты понимаешь и от этой катушки вот вспомни американцы проводили такой вот стоит такая катушка тесла и от нее искры во все стороны молнии такие идут там и люди стоят и светятся просто ты понимаешь ну так если от этого столба в разные стороны будут молнии это мало того они еще и будут освещать эти молнии будут как днем как светло ты понимаешь не нужны никакие фонари некие лампы и вот мне кажется что когда наступил момент ангела который наверху это момент появления религии а до этого был золотой век никакого бога не было отцы и деды боги наши были как бы а потом пришли оккупанты и это все изменили из утилитарного назначения начали молиться как бы вот может быть становится понятно но понимающим дело вот это медное это можно сделать без проблем а вот столб сделать и его поставить это извини меня уже технологии не те и вот смотри если вот этот один столб это по рыбникову я что все состоит из электричества все состоит из электричества главное создать ток то есть течь вот если ты ему создал поток ну оно потекло ты можешь его брать вот как они создавали этот ток ну это вот буквально столб состоит из электричества понимаешь потом еще есть такие какие-то картинки древние что вокруг этого столба было какое-то стены у него были которые есть картинка где они разрушены вот что это за стены может быть он вообще как стоп не стоял а тут стояла такая какой дом такой высокий знаешь а внутри стоял этот столб и там внутри вырабатывалось электричество так а у исакиевского собора таких колонн 40 штук если вокруг каждой колонны намотать медного змея и свести это к единому контуру туда под купол как блуждающее электричество или как он называется вот представь ты вовнутрь заходишь а там просто как в конденсаторе такие разряды синие то есть накопилось электричество да и там она как в конденсаторе сохраняется потом значит есть такая древняя гравюра называется города тартарии вот я ее не могу найти и там значит вот так вот просто такой город густо застроенный город почти на всех домах купола а на всех куполах такие крестики только крестики не как вот такие крестики как на право религиозные об как антенны вот тебе пожалуйста на каждом доме крестик на каждом доме антенна приемная и вот стоит исаки самый такой центральный высокий и от него все берут вот как лампа дневного света вот так ты подносишь она горит вот точно так все берут ее ток и вот исакиевский собор вот этот древний город я так подозреваю что на самом деле он назывался ерехон вот это просто изначально было построено в золотой век до религии это была электростанция которая вырабатывала электричество и снабжала весь этот город электричеством вот этот столб снабжал конкретно вот этот дворец со всеми прилегающими домами а исаакиевский собор снабжал электричеством весь город понимаешь и подтверждение масса потом значит вот эта пирамида и лучи в разные стороны это что непонятно причем она некий как пирамида какой-то пирожок такой знаешь выпукла это не пирамида это то что там пирамида с глазом это уже видно взяли из из тех пирамид потом значит на этот исаакиевский собор собор можно понавешать разных медных религиозных символов аж бегом знаешь там это много ума не надо лить из меди за это тебе не казнить собор построить как да и поэтому это короче конец золотого века и начала религиозного времени у человечества вот я так думаю и нам говорят что кто бога нам принес моисей у моисея кто был полководец иисус навин но только что уровень даже видели чью раку александра не сказала написано иисус что за иисус иисус не христос точно а так как мы видим связь с моисеем и навином значит это александр невский мы кстати невский если напишем на латыни то можем прочитать нев 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 невский невин река него и еще моисею бог показал землю бетованную с какой горы не помнишь неву гора неву река неву гора неву иисус невин александр невский ты понимаешь сколько него получается дальше когда иисус навин не успевал уничтожить население при взятии ерихона да ему как бы бог дал силы он остановил солнце и луну знаешь такую легенду ну ты как ты думаешь можно остановить солнце и луну нет почему потому что это сразу выжжет солнце землю правильно если остановить она должна крутиться потому что это ну как бы ну непонятно нет сути да да но объяснить это можно объяснить как это значит какой-то природный феномен когда остановилась солнце и луна и в библии написано что ночью было светло как днем а мы такой феномен в питере случайно не наблюдаем в белые ночи когда ночью светло как днем так вот и можно было как они привыкли это все выдавать за чудо вот они выдали белую ночь зато как будто бы иисус навин остановил солнце и луну и ночью было светло как днем вот смотри эрихонские трубы они дули у пушки дуло пушки стенобитные есть если сдалека смотреть и не слышать выстрелов что происходит из пушки дым дунуло да дальше стена рухнула вот и пожалуйста трубы эрихонские дули рушили стены по сути все логично дальше берем значит икону иисус навин самый главный центральный момент иконы стоит архангел дает иисусу навину как ты думаю что пушечное ядро которая внутри вот как лимонка есть которая такими кубиками так вот эти кубики внутри так вот в ядрах их лили когда специально делали такие кубики чтобы она разрывалась на вот такие квадратики так вот он ему дает пушечное ядро потом дальше мы смотрим значит картину средневековая которая называется разрушение эрихонских стен что мы видим мы видим просто пулковские высоты там где стоит обсерваторе прямо четко на том месте стоит какой-то храм и несут значит левиты или кто их там ковчег завета а по сути если посмотреть на информацию там времен бородинских сражений когда пушки вот эти были до ядрами стреляли то это просто называется пороховой короб там носили порох и вот почему боялись так вообще этого ковчега завета потому что он был взрывоопасный и потому что без пороха пушки стрелять не будут правильно и ядро без пороха не взорвется и вот везде иерихонские трубы везде ковчег завета везде иисус навин александр невский он везде стоит на этом ковчег ковчеге завета и вообще александр невский есть икона времена 1200 года на всех иконах что александр невский что иисус навин какой-то ангел архангел показывает город город который на берегу залива залива идет река там стоит значит чуть ли не исаакиевский собор или смольный собор ну ты посмотришь эти картинки дам ты увидишь и от него идут такие длинные стены как бы которые вот получается вот этот город иерихон я так понимаю потому что иисус навин рушил рушил стены иерихона так вот где поворот на пулково в аэропорт там почему не строят там повышенная радиация начали проверять от чего радиация оказывается там месторождение гранита причем гранита не просто какого-то природного какие-то какие-то блоки просто я так понял просто гранитные блоки от которых фонит радиации и вот на вот этой средневековой картине которая разрушение ерихонских стен просто конкретно на повороте на пулков на пулково рушат эти ерихонские стены и впереди мы видим пулковские высоты ты понимаешь есть еще такая вот гравюра древние на которой нарисовано сражение в котором участвуют рыцари в латах до в этих шлемах рыцарских да у них уже стоит пушка и значит они держат знамя на этом знамени нарисованы летящие ядра пушечные у которых сзади развивается пламя я короче нашел это знамя называется знамя иисуса мавина и у меня есть это гравюра мало того еще есть шлем александра невского знаешь ну такой шлем заинкрустированные с какими-то мусульманскими надписями там туда-сюда у него есть два названия одно название шлем александра невского другое название иерихонский шлем как какая связь я не понимаю невский иерихон почему он иерихонский так вот на всех иконах вот эти все иисусы навины и александр и невский вот в этом иерихонском шлеме ты понимаешь или он у него в руке или у него на голове и преимущественно вот этот шлем александра невского по форме идентичный у иисуса навина на голове не у александра невского а у иисуса навина ты понимаешь то есть получается что здесь был город земля обетованная по-другому ты никак не назовешь сюда пришел моисей показали ему этот город как землю обетованную и они его взяли разрушили стены при помощи пушек кто эти пушки им дал это уже другой вопрос потому что они дули у пушки есть дуло это однозначно есть пушки сленобитные и здесь этих пушек весь город откуда-то не пойди везде эти пушки то есть это же чем-то говорит понимаешь столько фактов которые подтверждают вот эту вот гипотезу просто просто вал а потом вот эти вот невские озера карьеры соединили создали реку видно что-то или не рассчитали ли специально затопили этот город и вот посмотри вот первые тоже видишь подвальные вот эти окошечки да но это же видно что это окна первого этажа что там вообще ты вот зайди в эрмитаж подвал там подвал очень странный какой-то там в подвале постоянно ведут раскопки находят какие-то мраморные обелиски какие-то то есть понимаешь там еще метр три-четыре туда под землю идет не то ил не то земля но не культурный слой потому что культурный слой это так мостовые 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 как старой ладоги да здесь никаких мостовых нету здесь три-четыре метра идет какой-то земли потому что тут когда ремонт делают я постоянно заглядываю в яму знаешь там Там никаких мостовых нет. А говорят, что там на трехметровой глубине есть мостовая. И входы в это здание, первого этажа здания, тоже есть. Это не я придумал. Ты сам, наверное, это слышал. Вот откуда столько ило? Так вот я убежден, что это связано не с какой-то там фарерской астроблемой, как нам тут пытаются, я не знаю, что это такое. Упал метеорит, ну да, может быть, упал, но какое-то отношение имеет к Питеру. Если это с Крымом сравнить, там может быть астроблема. Ну я так думаю, что это астроблема, всемирный потоп как-то случился. А всемирный потоп воды, такое количество воды могло только взяться из-под земли. Потому что там под землей есть реки, моря, озера. А чтобы эту воду поднять наверх, нужен мощный прилив. А за приливы и отливы у нас отвечает Луна. Есть долунная мифология, когда Луны не было. Потом Луна появилась. Так почему мы не можем предположить, что она подошла так близко к земле? Что она просто создала такой мощный прилив, что вот эти вот подземные моря там, озера, реки, просто поднялись на поверхность. Поднялись на поверхность и какое-то время были на поверхности. В Библии описано, что вода начала уходить, и вот она уходила чуть ли не 140 дней, пока вообще ушла. Как вы понимаете? Вот это я понимаю, да. И в Крыму 40 метров, весь Крым покрыт балтийскими глинами. 40 метров слой, весь Крым покрыт 40 метровым слоем балтийских глин. Это не трехметровым, как в Питере. Это чуть-чуть разные вещи получаются, понимаешь? То есть я так понимаю, что вообще, насколько я знаю, Иерихон – это самый древний, допотопный, послепотопный город. Послепотопный город. Не допотопный, а послепотопный. И заелило его появление реки Невы. Потому что, ну, ты сам видел карту, где Невы нету, а там просто озера. Озера имеют правильные такие квадратные формы. То есть это значит не озера, а карьеры, искусственные. И вот их рыли, 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 потом соединили, и как поперла из Ладоги вода. Или не подрасчитали, или было специально сделано, чтобы уничтожить этот город. Вот у меня логика такая. И я в этом вижу суть. Давно было подозрение, что как бы это с электричеством связано. Да, но когда вот я Рыбникова послушал, это просто стало мое глубокое убеждение, что все в этом мире состоит из электричества. Все зависит от плотности. Вот, допустим, воздух, атмосфера, это тоже электричество, но оно разряженное. Камень, это тоже электричество, но оно как бы более плотное. Так вот смотри. Здесь вообще сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С каждой стороны по восемь. Это сколько уже получается? Стоит она на медной плюхе. Видишь, у нее основание медное? Это с электричеством связано. Медь, да? Медный змей там как бы, понимаешь? Сверху плюха, она как бы зажата между двумя плюхами. Ну почему не предположить, что вокруг каждой колонны изначально, когда-то, по задумке, был вот этот медный змей, который вырабатывал электричество. Их тут 36 штук. Вот эти все медные верхние плюхи, допустим, есть там единый контур, который сводит это все к единому контуру. Потом идет наверх, там еще есть колоннада, которая еще раз к единому контуру уже более плотно сводит электричество. И все это держится в этом медном куполе, как в конденсаторе. И вот тебе сверху этот антенна в виде креста, которая дает электричество во все стороны. На всех домах стоят антенны, которые электричество принимают. Вот просто в интернете набери катушка тестов. Там опытов, о которых я вот рассказываю, масса. И сам подумаю, вот смотри, разве только в Эрмитаже нужен был свет, электричество? Ты сам вот говорил, там отопление, которое в Эрмитаже непонятно как отапливалось. Там ни печек, ничего нету, а как-то оно работало же как бы. Значит тоже на электричестве работало. Эти люстры как горели? Если бы там были свечи, все бы было закопчено, значит тоже электрические были, лампочки какие-то, да? Так а что, дома, которые вокруг, во всем этом городе, там же тоже электричество нужно было. Вот тебе и стоит просто электростанция целая. Которая снабжала целый город этот древний. Как бы он ни назывался, Кирхик или там Иерихон, или там Новогород, там не имеет значения. Сам факт, что здесь нужно было для жизни энергия какая-то. На дровах не проживешь. И на дровах такую махину не построишь. Это какие-то высокие технологии древности, которые утрачены. И это... Археология, сами лампочки должны были остаться. Какие были конкретные конечные потребители? Так вот, мне кажется, в Эрмитаже в люстрах они и остались. Что, со стеклом разве не могли что ли работать? Стеклодува это издревле, плавили песок, дули из него стекло. Потом вот, казалось бы, такой вопрос возникает. Что древнее, Исаакиевский собор или колонны в Баальбеке? Так вот, если взять по сути, здесь реально электро... Какая-то... Обвязка. Обвязка. А в Баальбеке никакой обвязки. Там как будто подражательство. Там вот эти нижние штуки, они тоже какие-то каменные. И вверху, и внизу. То есть, это подражательство уже. Может быть, раньше тоже могли брать и без медных этих плюшек. Как бы, я не знаю. Но там всего 4 колонны. Это, они чуть-чуть выше, чем Александрийский столб. На 5 метров, что ли, или на полметра, я не помню. Но не на много, как бы. Вот они тоже тогда-то, значит, вырабатывали электричество для Баальбека. А почему бы и нет? А где остальные колонны? Если там была крыша и колоннада, там... Где эта крыша? Где эти колонны? Там должно быть штук 100 этих колонн. Где они делись? Ну, пускай там валяется пару каких-то колонн там разрушенных. А остальные где? Значит, это не колоннада. Значит, это просто стояли конкретно колонны, которые, как генератор Теслы, как катушки Теслы, просто ловили атмосферное электричество. Или за своей массой они там вырабатывали электричество. Или я не знаю, значит, чего. Ну, что интересно, я вообще в интернете нашел, значит, человек взял колонну, освещенную солнцем, удачно, и в фотошопе поменял яркость, контрастность. И прям просто реально видно, как есть вот такие слои, слои, слои. То есть вот эта колонна видна какие-то, как она, как составная. Ну, только она не составная, из понимания ей составили. А это вот я в армии служил, в стройбате. Полгода работал на лопате бетонщиком. И я помню, что вот эти бетонные, вот эти слои, которые мы лили, тоже колонны из бетона, ну, один в один, ты понимаешь. А здесь другая технология, более качественная, как ты там, знаешь, она. И вот я просто убежден, что это просто древняя электростанция. А вот эти все религиозные, вот эти вот символы, пообвесы, это все пообвесили потом. Потом, вот смотри, он же Исаакиевский, да. Я не знаю более крутого собора. Чем Исаакиевский. Это самый крутой собор в мире, как бы, понимаешь. А такие соборы могли только в честь Бога ставить, а не в честь Исаакия, как бы, понимаешь. Ну, так если мы начнем Бога искать, то мы найдем Ису. Иса, это Иисус. Исаакиевский. Так? Ну, какое отношение имеет Иисус Христос к этому собору? Никакого. Так как мы только что нашли Иисуса Навина, то значит, Иса, это Иисус Навин. И пришел он с Киева, потому что Исаакиевский собор. То есть, по аналогии мы можем привести Стамбул. Там была София, собор христианский, потом пришли туда мусульмане, это стала мечеть. И сейчас он называется не София, а как-то Асу София, что ли, там, да? Уже не София. Тоже три буквы добавили. Как здесь Исаакиевский, точно так и там Асу София какая-то там. Ну, как-то не Асу, что ли, блин, забыл, как вот это слово. Ну, то есть, ты понимаешь, о чем я говорю? Что та София, это Киевский. И назван в честь полководца, допустим, который этот город завоевал. И в честь него и назвали в честь Иисуса Навина. Потому что он, Иерихон, завоевал. И вот эта электростанция снабжала весь Иерихон электричество. Понимаешь? И другого назначения, я не понимаю, зачем строить вот такую вот громадину? Не понимаю. А вот как вот с точки зрения утилитарного назначения, я понимаю. Город, требуется электричество. Вот тебе электростанция. 36 столбов, так типа, как Александрийских. Медный змей. Сейчас мы покажем картину Медный змей. Стоит реально Александрийский столб, наверху змей. Ну, все, я больше не знаю, что еще сказать. Стоит он на Меридиане, на пересечении с параллелью. Тоже это как бы такая точка какая-то, может быть, энергетической силы, которая усиливает вот эти электро, какие-то там токи. Потом стоит она на сосновых сваях, которые всегда мокрые. Это как бы контакт, электроконтакт, какое-то заземление. Это тоже с электричеством связано. Потому что я знаю вот эти генераторы Теслы. Всегда самая главная деталь, вот грузин какой-то сделал, не помню фамилию. У него самая главная деталь, это заземление. Длинный такой толстый провод, который привязан к крану. Ну, такой гусак называется. Во дворе вода, как бы дворовая вода. То есть там это железо уходит в землю, и там вода. И вот обязательно без этого заземления работать не будет. Здесь принцип тот же самый. Здесь как бы чуть-чуть по-другому. Здесь вбиты эти сваи, но они мокрые всегда. И они до того, они мокрые, что они просто чуть ли не окаменели. Вот тебе связь с электричеством опять. Везде медь, везде все похоже на электрокакой-то прибор. Это надо с Рыбниковым на эту тему поговорить. Вот ты у Рыбникова еще не брал интервью. Вот у тебя повод будет взять интервью и спросишь у него. Гусев предложил по вашим идеям, что это электростанция. Что он ответит, я не знаю.